Друзья, вы знаете, я очень сильно готовился к тому моменту, когда в нашей студии появятся наши гости. Я расскажу маленькую историю, что однажды один известный маг решил изобрести идеально красивого человека. Что он сделал? Он взял одну колбочку с красотой, одну колбочку с модой и одну колбочку с музыкой. И в результате появилась на свет красавица-богиня Ира Чемпион в студии Викин Шоу. Ты видишь, он насочинял, ты понимаешь, я прям сама заслушалась. Я прям захотела выпить, так давайте же поднимем бокалы за этот тост. На самом деле это очень много людей, которые пьют этот коктейль и наслаждаются им на твоих выступлениях. Да, спасибо. Скажи, пожалуйста, кризис в стране не коснулся ли тебя сейчас? Я говорила как раз о том, что у меня ближайшие гастроли Житомир, Одесса, Донецк, Роматорск, еще там города другие. И как говорили там на одной недавнейшней премии, бедный бомонд, я к нему не отношусь. Очень часто мне, да, очень часто у меня задают вопрос в последнее время, наверное, и вас это интересует, и всех остальных это интересует. Как я зарабатываю на жизнь, и кто же меня содержит? У меня есть работа, я очень благодарна за это моим фанатам, за то, что они любят и ценят мое творчество, и у меня все... Я знаю, что ты запустила, наконец-то осуществилась твоя мечта, ты стала дизайнером. Да. Запустила веб-ателье. Это меня больше, наверное, интересует, чем Алекса. И его тоже интересует. На самом деле, я не взяла себе какой-то титул дизайнера, это все-таки такая серьезная, знаете, будем так говорить, номинация. Нет, я не дизайнер, я просто очень давно этим живу, я обшиваюсь около 15 лет у разных дизайнеров, украинских дизайнеров. Я люблю индивидуальный пошив, да, для меня это очень важно. Я люблю, чтобы одежда была не такой, как вот у меня была ситуация, я веду мероприятие, открытие летней площадки, вызываю там на сцену определенную нашу очень знаменитую артистку, и она выходит в таких же босоножках, как и я, дороговалютных. Белла Куценко. Понимаешь? И я, и получается, кому-то одному надо сойти со сцены. Главное, ну, знаешь, в этот момент вовремя сориентироваться, я раз и спустилась, и как бы уже дальше ввел мой партнер, но такие моменты бывают и сейчас. А ты комплексуешь, да, когда кого-то видишь подобные одежды? Нет, я не комплексую, но просто это с точки зрения эстетики, знаешь, надо быть умнее, грамотнее, быстренько поступить так, чтобы было все правильно сделано. Так все-таки о твоей линии, что там? Да, и поэтому я решила производить индивидуальную одежду тем девчонкам, которые подписаны на меня в инстаграм, да, тем ребятам, которые хотят своим девчонкам купить какое-то новое красивое платье. Понял, купишь мне. Понял. Обязательно. У Иры купишь мне, боится, все вместе здесь встретимся потом. Да, да, кстати. Я проверю, Леша. Хорошо, обязательно. Вот, поэтому я для этого решила запустить свою линию одежды. Я, еще раз говорю, я не дизайнер, я по-прежнему диджей, я по-прежнему телеведущая. Дизайн это, знаете, вот, ну, как и все, в принципе, остальное от сердца, да, это то, что я хочу делать. Вот, кстати, этот костюмчик, который на мне сейчас, это мой собственный дизайн, только вчера забрала его. Еще вот буквально, вот, вот, свеженький прямо согняет. Оно тебе приходит вдохновение, ты делаешь какой-то эскиз или ты делишься с кем-то, кто уже непосредственно выполняет техническую задачу? У меня есть команда определенных людей, которые делают свою работу очень качественно. Я доверяю этим людям и у меня есть идеи. Я эти идеи прорисовываю, настаиваю, ну, однозначно выбор ткани, дизайна, сама композиция, как бы, это все за мной, да, как бы, сам комплект. Это все делаю я. Они уже выполняют, как бы, ту работу, которую я говорю. Единственное, что, конечно, когда у них есть, там, какие-то поправки, например, они говорят, что, там, допустим, эти пуговицы, они будут здесь неудобными. Я, конечно же, прислушиваюсь, но, опять же-таки, все равно дело выбора за мной исключительно. Ну, правильно, я тоже думаю, что ты к выбору музыки, которую играешь, подходишь так же, наверное, как дизайнер, как шеф-повар, да, там, например, как учитель, который подбирает, какую же лекцию прочитать сегодня. Чем ты питаешься вообще, когда вот ты, собственно... Едой. Духовно. Ну, вы, я не знаю, заходили на мой сайт или нет, Ира Чемпион, да, как бы, там написано, там не просто Ира Чемпион, да, вот я такая, очень классная, Ира Чемпионка. Нет, Ира Чемпион made with love, сделана с любовью. Это, наверное, залог успеха, да, Jesus love me. Я питаюсь любовью, любовью моих слушателей, однозначно, потому что именно по их глазам я понимаю, что и как должно происходить дальше. О творчестве, о музыке. Ирочка, ты одна из немногих диджеев на украинском рынке, кто снимает видео для себя, потому что, ну, мало украинских диджеев украинских, видно на наших телеканалах. Бедные, потому что, бедные. Вот, мы, нас интересовался, да, вопрос, все-таки в финансах, в финансах какая-то проблема или все-таки это нежелание, в принципе, вот я играю. Или ограниченный рынок у нас настолько, что... ограниченный, да, или, может, аудитория не принимает, или не уверенный в себе диджей, я не знаю, почему. Я думаю, что это синтез сразу нескольких компонентов, это однозначно. Кто-то не может себе позволить, да, потому что финансово это не так уже дешево. Кто-то просто не может найти хорошего человека, который это делает, да, у кого сходятся идеи. У меня команда, которая работает, грубо говоря, на меня, да, на мое имя, у нас очень толковая, грамотная команда, с которой мы создаем какие-то проекты. Вот я там говорю, ой, я хочу, к примеру, вот это. И мне сразу предлагают, да, нарезочку такую огурчики, помидорчики, пятая, десятая, вкусняшечки, вкусняшечки. И я уже выбираю, у меня есть возможность, как бы, да, полет творческой фантазии, я знаю, что та команда, которая работает со мной, они это реализуют. Они там сделают прыжок с перепад-вы подвертом, но они это сделают, я более чем уверена. Ты ты долго подбирала вообще себе эту команду, или как-то это? Веками складывалась, исторически. Ну, прям веками. Не, ну, долго, долго. Мы, прежде чем мы начали снимать качественное, хорошее видео, мы до этого снимали разное видео у нас было. Мы искали, ребят, ну, у нас сейчас такая команда девочек, будем так говорить, преобладают, да, там и фотографы, и операторы. У меня все девочки, и помощницы мы, это же все девочки мы. Вот так вот. Да, и поэтому, знаете, ну, как бы, девчонки как-то больше понимают, что именно мне надо, да. Ирочка, давай о твоем клипе «Дороги», который, я так понимаю, совместный трек с Сэнди Ваксом. Он хороший, о нем, знаете, сложно говорить, он каждому по вкусу, по какой-то причине, да. Вот мне там пишут, например, в личку, да, там, вторую мать мне не принять, как третью веру в Бога, да, так и любовь, все очень строго. Люди цитируют слова из песни, и это так... Мурашки. Ой, мурашки. В общем, я предлагаю много не говорить, давайте пройдемся дорогами Иры Чемпион, прям сейчас. Ты скажи, пожалуйста, наша дорогая коллега, как тебе-то на канале Мюзикбокс работает ведущий, скажу бы, экскурсоводом по мировым танцевальным чартам? Они забрали у меня паспорт, они не дают мне еды, они связывают меня по утрам. Ну, тебе это нравится, подожди. Да, мне нравится, когда меня связывают по утрам. Так все-таки Мюзикбокс. Вы знаете, ну, как бы я такой фрилансер, да, в какой-то мере, и, знаете, может быть, мое второе имя Анжелика. Почему? Потому что, ну, сложно обуздать такого человека, как я. Я могу сказать, что, допустим, в данной сложившейся ситуации, да, таких людей не очень много, которые смогли обуздать Иру Чемпион. И когда я на кого-то работаю, да, что-то делаю для кого-то, я могу таким образом сказать, что, ну, действительно, в какой-то мере, да, я покорная вот в этих позициях. И я считаю, что, ну, как бы это круто, да, когда человек может, да, там, даже такой свободолюбивый, как я, такая сильная личность, он может на кого-то работать, где-то там выступать и так далее, и так далее. Не просто там прийти, кобыльнуть ногой и сказать, да все, я Иру Чемпион, давайте, вы тут все у меня сейчас поговорите все со мной. Хотя бы раз в неделю Иру Чемпион позволяет встать себе в 8 утра и прийти на съемку. Вот взял все, раскрылся. Признаюсь честно, я не то, что позволяю себе хотя бы раз в неделю, так как мои соседи... Делают ремонт? Нет, они не делают ремонт, они громко переворачиваются и громко говорят друг другу ага, ага. Соглашаются. Это сегодня была какая-то такая шутка по этому поводу у меня в эфире, и поэтому, мои соседи, вам большой привет, и знаете, некоторых из вас я ненавижу. Почему некоторых? Вы просто очень скромно сказали, что они ненавидят вас всех, говорите, вы в воду. Нет, не всех, не всех. Соседи, которые... Которые ага делают. Не всех, вот, ну, действительно, у меня есть очень хорошие, мирные, добрые соседи, с которыми я могу договориться. Я сама очень замечательный, хороший сосед, я очень... А ты дома тусовки проводишь? Нет. Чтобы тебя ненавидели соседи? Вот, вот именно, что нет. То есть это дом, твоя крепость? Да, и представьте, какой вообще музыкальный вкус у моих соседей, какую музыку шикарную они слушают. Они не платят эти баснословные деньги, мне гонорары, чтобы я выступила. Перед каждым отслушиванием Champion Sound своего радиошоу, они, у них просто вообще меняется сознание заново. Вот так вот. Вот. Моей соседкой... Посетите когда-нибудь. Моим соседам быть просто счастье. Не знаю, у меня сознание... Переезжаем. Сознание меняется, когда я захожу, заходил, привет, Нежин, в свой инстаграм на айфоне. Последний раз. И смотрел и лайкал твои фотографии. Вот, мне очень нравится, да, я бы лайкал и лайкал. Да я в суху. Харкадий лайкал, честное слово, прямо лайкни меня. Мы, кстати, приготовили тебе, вот мы сейчас будем с тобой прощаться через минутку, мы приготовили для тебя сюрприз, клип про тебя, о тебе и про твою жизнь. Это группа The Chainsmokers. А клип называется Селфи, по-моему? Конечно же, Селфи. Селфи, селфи, селфи. Мой инстаграм, я люблю вас. Посмотрим немножечко, через минуточку, я бы сказала, да. Апрель месяц, котики, весна. Ирочка, мы желаем тебе, чтобы в твоей душе всегда цвели цветы, чтобы котики не пахли по твоей дверью. И не царапались. Я вчера нашла демотиватор такой прикольный. А ну. И там такая смешатшая кошка с такими глазами. И там написано, извиняюсь, сейчас будет нецензурная речь, они меня бьют, может потому что я мало сру в тапки. Вот, как бы, да, адекватных котиков мне спасибо. Да, и чтобы никогда, наверное, в апреле больше в твоей душе не выпадал снег, как это сделалось у нас вчера, позавчера, 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 и испортил нам все пикники. А мне ничего не испортил. О, а мы только говорили сегодня, что Ира чемпионка. Хорошо, еще один вопрос. А что может испортить тебе настроение? Что может испортить тебе пикник? Красный снег. Все, я уже поняла. Следующий вопрос. Да, следующий вопрос. На самом деле настроение испортить мне очень сложно. Почему? Потому что... Да вы сами все видите. Даже другая блондинка, подрезавшая себя на перекрестке, не испортит. Коза! Коза! Я думаю, что настроение может испортить только момент, когда что-то происходит с близкими и дорогими людьми. Понятное дело, что это может выбить из колеи очень надолго. А, наверное, все остальное, да, как бы, ну, вряд ли что-то может причинить нам такую боль или какие-то страдания, если что-то происходит, вот, как недавние события в стране, да, как бы, это тоже очень выбивает из колеи. Понятное дело, что, конечно, ты улыбаешься, потому что ты профессионал, ты радуешься, ты пустишь классные фотки, но мысли твои не о самом, наверное, прекрасном. Да, поэтому я надеюсь, что таких ситуаций у нас никогда не будет, чтобы они портили новостроение. Будем думать только о хорошем. Почему? Потому что мы проецируем свое будущее. Конечно, я думаю, что мы проецируем это. Потому что мы проецируем это. Ну, в конце интервью мы каждому даем минуту от славы, ты можешь сказать своим поклонникам все, что хочешь. Говорят, что Ира Чемпион сумасшедшая женщина, что она ненормальная, что у нее не все в порядке с головой. Да, что она скандалистка и так далее, и так далее. Да, это так. Я люблю вас. Еще раз хочу об этом сказать. И до встречи в Инстаграм. С нами была Ира Чемпион, а мы смотрим селфи. Селфи.